И тема совершенствия, она не оставляет мое сердце, не покидает меня. И Господь говорит через это лично мне также, и я вижу свое собственное несовершенство, и я хочу усовершаться также. Поэтому то, что я буду делиться, касается и меня, и я думаю, что и многих из нас. И поэтому я хочу поделиться смирением и вместе с вами направить наше сердце к Слову Господнему. Первое послание Иоанна, 4 глава. Первое послание Иоанна, 4 глава, 12 стих. Первое Иоанна, 4, 12. Бога никто никогда не видел. Это утверждение. Бога никто никогда не видел, если мы любим друг друга. Бог в нас пребывает. Бога никто никогда не видел, потому что Он святой. Потому что человечество согрешили. И Адам, и Ева, и следующие потомки, они согрешили, и Библия говорит, лишены славы Божьей. То есть лишены возможности видеть Бога. Лишены возможности видеть Его святость, Его славу. Почему? С одной стороны, для нашего блага. Потому что, если бы мы увидели Бога, мы не остались бы в живых. Так написано в Библии. Он ярче солнца. Его сила, Его энергия, Его святость, она сильнее, чем энергия всех солнца и всех звезд вместе взятых. Поэтому Он сказал откровенно своему другу Моисею, невозможно увидеть моего лица и остаться в живых. Его святость настолько велика, что она не может потерпеть ни малейшего греха. Святость Божия едва не уничтожила Моисея, который лишь сопротивлялся Богу в призвании и сказал, что пошли кого-нибудь другого. Это огорчило Господа, потому что Бог открыл Ему план спасения Израиля, выхода из Египта. Бог дал Ему силу и сказал, что Я буду с Тобою. И в конце всего, в конце обещаний Бога, что Бог будет с Ним, что Бог совершит чудеса и знамения, и рукой крепкой и мышцей простертой, Он избавит свой народ. Вот Моисей возразил Господу и сказал, пошли кого-то другого. И гнев Господа вспыхнул. И когда Моисей был на ночлеге, тогда Господь, ангел Господень, хотел его поразить, потому что Бог был обижен. Как человек мог возражать Ему? Как Моисей мог говорить против? Бог ведь и хочет избавить миллионы людей из рабства. Он хочет им помочь. Он говорит, что Я буду с Тобою, Я дам Тебе силу, Я помогу Тебе. И вдруг бренный человек, он говорит Богу против. Господь пришел, и Он мог бы своей святостью, потому что Бог был близко с Ним, Его святость была близко, Он мог бы наказать Его. Но вступилась жена. Она заключила завет с Богом в обрезании сына. Таким образом, Господь должен был отойти, и Его милость, она осталась с Моисеем. Мы видим, что святость Бога не позволяет нам Его видеть. Написано, Бога никто никогда не видел, в смысле, во всей Его славе. Но если мы любим друг друга, Бог в нас пребывает, и Его любовь совершенная есть в нас. Совершенная любовь, она заменяет видимое ощущение Господа. Мы бы все хотели видеть, и мы увидим Его, если мы достигнем славы Божьей, святости Божьей, Царстве Божьем. Так написано, и узрят Его лицо. Что же в этом особенного? О, в этом все. Мы, наконец, увидим прекрасного, таинственного Бога, который нас так любил и нам так помогал. Мы, наконец, увидим Его глаза, которые будут отражать суть Его характера, Его сердца, любящее человечество. Человек ошибается, согрешает, но Господь милует его и прощает, исцеляет его и поднимает его. Бог многомилостивый, долготерпеливый, человеколюбивый и истинный. Господь делает так много и сделал все это для нас. Каждая вишня, каждое яблоко – это Божий подарок человечеству. Все плоды, все вокруг – хорошее, все доброе, всякий дар совершенно исходит свыше от Отца Святов, у которого нет изменения и тени перемены. Бога никто никогда не видел, но написано «Сын, сущий в недре Отчим», то есть находящийся в сердце Господа, Бога Отца, Он явил. И она об этом пишет в первой главе. Бога никто никогда не видел, а Иисус явил. Значит, мы видим Бога в Иисусе, о Котором видели апостолы, о Котором они написали, то, что они пережили и осизали руками своими. Это слово жизни, то есть слово, которое было живым, оно было воплощенным во Христе. Итак, Бога никто не видел, Бог показал Иисуса, какой есть Бог. Бога никто никогда видел, Иисус ушел на небо, Бог дал нам любовь Свою. И Он сказал, если вы пребываете в любви, вы пребываете в Боге. И поэтому Его любовь совершенно есть в нас. Если мы любим друг друга, Бог в нас пребывает. Хотим ли мы иметь Бога в своей жизни? Да, мы Его найдем в любви Божьей. Поэтому, когда мы говорим, хотим ли мы совершенства, для чего нам нужно совершенство, то Бог здесь открывает нам совершенная любовь, она дает нам Бога. Совершенная любовь есть в нас, она открывает нам Бога. Бог становится близким человеком. Он воплощается в человека, в смысле, Он поселяется Духом Святым. Бог воплотился во плоти в виде Христа, но Господь поселился в нашей плоти. Омыв нас, очистив нас и осветив нас Духом Святым, хвала и благодарение Богу. Если мы любим друг друга, Бог в нас пребывает. И здесь становится очень ясным, что отказываясь любить, не желая любить кого-то, врага ли, брата ли, мы отказываемся от присутствия Бога, сами того не желая. Потому что Бог есть любовь. Отказываясь от любви, мы отказываемся от Бога. Бог есть любовь. Отрицая прощение, отрицая любовь, отрицая милостердие, отрицая долготерпение, говоря, что нет, я не могу больше это терпеть. Мы отрицаем Бога. Мы не отрицаем Его существование, но мы фактически отталкиваем Его, потому что Он есть любовь. Поэтому для чего нам нужно совершенство Божьей любви? Чтобы Бог и Его любовь совершенно были в нас. И как мы это узнаем? Написано, что мы пребываем в Нем, мы узнаем от Духа Святого. Что Он дал нам от Духа Святого. Это следующий стих. Оказывается, когда мы пребываем в любви, то Бог Духом Святым начинает пребывать и начинает действовать. И мы тогда узнаем, что мы в Нем. Бог начинает говорить, Он благословляет нас, исцеляет нам, нас, помогает нам в чем-то, в практических. То, что Он дал нам от Духа Святого. Поэтому Бог дает нам ощутить Его от Духа Святого. Не видеть Его, но чувствовать Его через Его любовь и через дела Святого Духа. Но, стремясь к совершенству, нам неизменно придется подойти к вопросу Божьей любви. Что такое Божья любовь? Это милосердствует. Милосердствующая любовь. То есть, прощающая, являющая милосердие. Которая не осуждает ни одного грешника, находящегося на улице или где бы ни было. Любовь, которая готова уповать и верить Богу, что Бог готов простить и готов спасти его, ее. Любовь долго терпит, и она милосердствует. То есть, Божья любовь, она проявляет милосердие. Это значит, каждому человеку мы должны протянуть любовь, проявить любовь Божию. Мы видим, что Бог настолько любит людей, что Он помогает и исцеляет тех, которые совсем недавно были вдалеке от Него. Те, которые недавно совершали плохие поступки перед Господом. Я говорю это как факт, потому что только недавно еще человек огорчал Господа своим алкоголем или чем-то другим. Но Бог, мы видим, приходит в его жизнь, потому что человек говорит, Господи, прости, ой, мне стыдно, он говорит, я плачу, прости. И Бог готов помочь ему. Совсем недавно человек мог совершать преступление, быть за чертой закона, вне закона находиться. То есть, переступив черту закона, он вышел, подставил себя под наказание властей. Но сегодня мы видим, что человек обрел Господа, находясь в тюремной церкви, находясь в общении с верующими. Бог крестил его, крестил Духом Святым, помазал силы, сделал служителем, проповедником. Хвала, благодарение Богу. Это говорит о милосердной Божьей любви. Принимая совершенную любовь, нам нужно принять ее во всех ее проявлениях. Написано, если мы любим друг друга, Бог у нас пребывает. Церковь без любви, она будет сдвинута с места. Господь сказал, сдвину твой светильник, если не покаешься. То есть, если ты не будешь любить первой любовью, которой ты любил меня. То есть, Богу, оказывается, не нужна будет такая церковь, которая отказывается любить. Церковь, которая будет строгой в своих законах, которая будет всех обличать, обижать и наказывать. Наверное, да. Так написано в Библии. И поэтому Бог отдал суд Иисусу. Он есть судья. Он будет судить мир, потому что Он страдал за мир. Он проролил свою кровь. Он заплатил цену за наше спасение. И Он имеет право это сделать. И церковь будет рядом с Ним в Царстве Божьем. Но сегодня, когда Христос пришел на землю, мы читаем в Писаниях, «Я не пришел судить мир, но спасти мир». Судить – это значит не осуждать никого в сердце, ни о ком-нибудь плохого мнения. А это у нас бывает. Мы подумаем, мы так скажем иной раз что-то. Это, конечно же, грех. И это не делает нас совершенными. Итак, Бог подчеркивает, что совершенная любовь – это та любовь, когда мы любим друг друга, и Бог в нас пребывает. И совершенная любовь – та любовь, которая изгоняет страх. В страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. То есть любовь, которая бесстрашна, которая идет проповедовать. Ты пойдешь независимо, если вы девушка, молодая женщина или пожилая женщина. Вы идете, потому что в вас любовь. Любовь изгоняет страх. Или вы мужчина, или молодой человек. Вы идете с верой, потому что в вас в сердце есть любовь. Вы хотите, чтобы кто-то был исцелен. Вы идете, невзирая. То есть любовь изгоняет страх. Страх перед Божьим судом также. Если вы имеете доверительные, искренние отношения с Господом своим, вам нечего бояться. Потому что в вас есть совершенная любовь. Вы чувствуете Бога. Вы не видите Его, но написано, Он в вас пребывает, когда вы любите. И тогда вы не можете, никогда не можете поверить в то, что Бог, который любит вас и нежен с вами каждый день, который вас изменил, очистил и спас, Он вас оставит и покинет, и не возьмет, и не примет в вас свое царство. Нет, вы верите. Он возьмет вас своей совершенной любовью, в свои руки. Он проведет с вами время. У нас вся вечность. У Него достаточно времени со всеми нами пообщаться. Аллилуйя! 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 Господь возьмет нас в свой небесный кинотеатр. Это я говорю с юмором. То есть Он покажет нам нашу жизнь и скажет, смотри, я здесь тебе помогал. Смотри, я здесь был с тобою. Посмотри, вот эта помощь, это было ровно от меня. И когда ты получил пищу, то это были Божьи ангелы, которые кого-то вдохновили или вели. Или мой Дух Святой. Бог покажет нам так все хорошее. И я верю, что все плохое, оно будет, его не будет, потому что мы будем омытыми кровью Христа. Но те, кто придут на Второй Божий суд, они будут написаны. Дела были открыты, книги были открыты. И судил был каждый по написанному в них. И кто не был найден в книге жизни, тот был брошен в озеро Огнена. Это смерть вторая. Но сегодня Господь нам говорит о совершенстве, в том числе для того, чтобы мы уподобились Его любви. Что мы можем изменить в своей жизни? Что мы можем изменить по отношению к Богу? Как мы можем сильнее полюбить Его? В чем мы можем проявить любовь к Богу? В чем мы можем больше проявить любовь к нашим окружающим? Любовь, как и вера, она может быть стать совершенной. Библия говорит о вере, что делами вера достигает совершенства. Оказывается, чтобы иметь совершенную веру, нам нужно обязательно делать дела. И так вера не проходит совершенно, когда она просто накапливается у нас внутри, ничего не делая. Для Бога, например, мы просто ждем, и мы ждем, что наша вера станет еще больше, еще больше, еще больше. Но нет. Библия говорит, что вера без дел, она мертва. Значит, вера, совершенная вера, достигается в том, что мы что-то начинаем делать для Господа. Может быть, вы кого-то позовете в церковь и приведете с собой, или приведете больного человека. Это ваша вера. И вы помолитесь вместе с церковью. Если вы не решаетесь помолиться один, вы скажете, пойдемте вместе. Мы вместе с церковью, вместе с проповедниками помолимся о тебе. Вы что-то сделали. Иаков говорит о совершенной вере. Следующее, что делами вера Авраама достигла совершенства. То есть Авраам, он проявил дела. Какие дела? Он пошел за Богом. Пошел туда, не зная, куда идет. Он был лишен дома. У него не было теперь дома. Он должен был жить в палатке. Жить столько дней, сколько, когда Бог побудит его идти дальше. Находиться в одном месте столько, сколько этого хотел Господь. Быть послушным Богу. У него были дела, это было его послушание. У него была вера. То, что Бог даст ему, наследника, все равно. У него была вера, что Бог может воскресить из мертвых. Исаака, если бы даже Исаака, он бы принес бы в жертву Богу. Бог не хотел этого. Бог просто однажды спросил у него. Того сына, которого он ждал всю свою жизнь, который родился в столетнем возрасте. Авраам должен был отдать Богу. Бог лишь проверял его. Но это была вера, подтвержденная делами. Итак, совершенная вера – это та, которая имеет дела. Поэтому, что нам делать, чтобы иметь совершенную веру? Как мне получить совершенную веру? Я спрашиваю себя. Это значит, я должен сделать то, что Бог хочет от меня сегодня. Помолиться человеку, у которого болит зуб или болит голова. И потом, Бог даст мне веру больше, чтобы я мог молиться за тех, которые парализованы во имя Иисуса. Вы верите в это? Правда же, друзья? Мы не должны ждать, что однажды вся вера обрушится на нас. И это придется. Нет. Но мы должны возрастать в вере. И так, чтобы моя вера была совершенной, я должен делать то, что сегодня Бог говорит по моей вере. И это может принести усовершенствование моей вере. В Иакова также говорится, что пользы братья, если кто говорит, что имеет веру, а дел не имеет, может и такая вера спасти его. Иакова 2,14. Итак, что пользы? Оказывается, не будет пользы, что мы верим, что есть Бог. Он говорит дальше, что даже бесы верят и трепещут, то есть боятся. Но, хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Его вера была невыразимо огромной, потому что все, что у него самое дорогое было, это был ребенок, дар от Бога, вдруг должен был быть отдан Богу. Это уже был подросток, это уже будущий наследник. И вдруг Бог говорит, Авраам, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь. Принеси мне его во всесожжение. То есть сожги его предо мною, в жертву. Мы знаем, что наш Бог, которому мы служим, никогда не принимает человеческие жертвы. Он принял только жертву Христа, умершего на кресте. Это была жертва за нас. Но однажды Бог проверил Авраама, готов ли он это сделать. И Авраам взял своего любимого сына и шел с ним. На третий день он увидел то место. Это было место гора Мариа. Это было место будущего города Иерусалима. Это было место, где будет жить его народ, где Христос умрет на кресте. Но Бог привел его, а затем заменил его сына на овна, то есть на овцу мужского пола. И он сказал, я вижу. И так мы видим совершенная вера. Это оказывается такая вера, которая все готова уступить Богу. Когда Бог скажет, ты готов мне отдать свой дом? Если мы имеем веру, мы скажем, да. Ты готов мне подарить свою квартиру? Ты готов ради меня оставить что-то, что тебе очень дорого, и идти и служить погибающим в Африке или в Азии, или где-то. То есть вера совершенная. Это обязательно в делах. И так делами вера Авраама достигла совершенства. Мы говорим о совершенстве. А почему нам нужна совершенная вера? Потому что мы тогда получим совершенный ответ и скажем аминь на это. Мы получим результат совершенный. Будут удивить чудеса, знамения, потому что наша вера будет действовать. Аллилуйя. Мы получим все, что мы попросим у Бога. Мы попросим нужное. Мы не попросим прихоти. Мы попросим то, что нужно для дела Божьего. И Бог сделает это. Вера нужна для получения. Вера нужна для действия. Для служения. Вера нужна для прославления. Для молитвы. Если мы имеем большую веру, тогда мы будем прославлять Бога во всех ситуациях. Если наша вера слаба, мы будем славить Бога только тогда, когда нам хорошо или когда мы уже получили ответ. Но совершенная вера, она будет славить Бога. Она будет молиться и не унывать тогда, когда очень тяжело. Я хочу иметь такую веру. Я нуждаюсь в такой вере. И Бог говорит, эта вера, она получает усовершенствование через дела. Совершенная вера через совершенные дела. Совершенная любовь. Через любовь к ближнему. Или совершенная любовь дает нам пребывание Бога. Пребывающей любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Поэтому нам нужно совершенство. Мы ведь хотим, мы ведь хотим настоящего ответа от Бога. Мы хотим настоящих чудес. А Бог хочет, чтобы мы имели настоящую, то есть совершенную веру. Чтобы мы имели настоящую любовь, которые готовы послужить или пожертвовать всем нужно, если этого хочет Господь. Совершенная любовь, совершенная вера и совершенный человек. Апостол Иаков говорит о нас. «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать все тело». Кто такой совершенный человек? Вот здесь склоняется несовершенный человек. Я хочу сказать это. Совершенный тот, кто не согрешает даже в слове. Оказывается, словами можно согрешить. Да. Словами можно согрешить против ближнего, обидеть словом, сказать неправильно. Это мы могли. Мы можем, мы умеем это по плоти. Словами можно огорчить Господа. Когда Моисей сказал «нет» Богу. Или когда кто-либо из нас. Но, описано, все мы много согрешаем. И Иаков намекает в наших устах есть, может быть, грех. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий, обуздать все тело. Оказывается, в правильной речи есть победа над всем телом. Поэтому совершенный человек – это тот, кто следит за своими устами. Тот, кто не скажет плохого и отрицательного слова никому, в том числе в свою собственную жизнь. Мы отвлекаемся от плохих слов. Аминь. Давайте откажемся от неправильных выражений, от неправильных слов, потому что от слов своих мы оправдаемся и от слов своих осудимся. Оказывается, мы будем на суде пред Богом отвечать за свои слова, не только за поступки. Потому что слова, кто не согрешает в слове, то есть слова могут быть грешными. Тот человек совершенный. Совершенная речь. Иисус нам сказал также в Евангелии Матфея, пятая глава, Он сказал, «Да будут ваши слова, да, значит, да, нет, нет, а что сверх того, то от лукава». Я искренне завидую в хорошем смысле тем, кто очень немного говорят. То есть, у них есть шанс меньше загрешить, сказать, что это лишнее. Хороший характер, спокойный характер, или тот, кто имеет у нас таких много здесь верующих, но я себя к этому не отношу, количество, но я бы хотел иметь, Библия говорит нам о кротости, чтобы мы имели кроткий язык, потому что кто широко открывает рот, тому беда написана в Библии. Дальше, «Кто бережет уста свои, тот бережет от бед душу свою». Значит, Господь хочет, чтобы мы были совершенны, и мы сами, наши слова и наши уста могут стать причиной нашего несовершенства. И также в притчах сказано 18 главе 20 стихом, что от плода уст человек наполняет чрево свое, то есть плод уст. Библия говорит, плод уст, проставляющих имя Его. Когда мы славим Бога, Бог благословляет нас. Мы сегодня с вами славили Бога, и только поэтому Господь исцелил людей, потому что Господь был прославлен, мы верили, мы молились, поклонялись Ему, и Господь благословляет тогда нас. «Благословите Господа», написано, стоящее в доме Господне во время ночи, воздвигите руки ваши к святилищу, благословите Господа, и благословит тебя Господь. То есть благословение Божие в нашу жизнь приходит, когда мы благословляем Бога. И Яков говорит, не должно так быть, братья, мы одним из тех же уст наших исходит благословение и проклятие. Устами благословляем Бога и проклинаем человеков. Не должно так всему быть, написано в Библии. То есть только хорошие слова. Если мы согрешили в слове, раз мы говорим о совершенстве, обязательно попросите прощения у Господа. Если мы что-то сказали Господу или обещали Богу что-то сделать, и мы не можем, нужно каяться, просить прощения, но каждое слово, оно имеет в себе большой потенциал против нас самих или за нас. Если от Бога слово, слово в нашем сердце, оно благословляет нас. Есть и человеческие мысли, мысли, которые она не допустил солгать Духу Святому. Мысли это выраженные слова, это мысли, мысли это состояние сердца. Бывают, конечно, глупые мысли, мимолетные, кто-то говорит, не подумав, и мы должны снисходить вообще друг к другу и прощать. Но есть выношенные мысли, мысли, рожденные в сердце. И Христос сказал об этом так фарисеям, Он сказал, как вы можете говорить доброе, будучи злы, от избытка сердца, говорят уста. Это в 12 глава Матфея сказано. Поэтому эти слова являются признак нашего несовершенства. И Господь хочет, чтобы если мы говорим о совершенстве, значит, мы говорим о совершенстве слов. Итак, совершенная любовь, совершенная вера, совершенные слова. Чтобы закрепить это, хочется сказать из Писания, еще раз, от плода уст человек наполняет свое чрево. Когда мы говорим, Господь со мною, Он меня благословит, Господь даст мне благословение, исцеление или пищу, Бог даст это. Павел говорит, мы смело говорим, Бог мне помощник, что сделает мне человек. То есть, нам нужно говорить это, это исповедание веры, вероисповедание, то есть, мы говорим устами. Есть исповедание грехов, а есть исповедание веры и славы Божьей. Поэтому нам нужно быть исповеданием вероисповедания, исповедание веры, уверенности в Боге. Павел говорит, мы смело говорим, Бог мне помощник, что не убоюсь, что сделает мне человек. И так дальше сказано, что смерть и жизнь во власти языка, притча 18-21, и любящие Его вкусят от плодов Его. Любящие Его вкусят от плодов. Поэтому здесь говорится ясно, что слова имеют силу. Слава тебе Господь! Слава тебе Господь! Аллилуйя! Что Господь совершил для вас сегодня? Скажи. Спасибо Господу за исцеление. Я благодарю Его. Слава Господу! Спасибо. Богу Богу! Вы пришли, сказали, что пришли сюда с болью, да? Да, с болью. И болела нога? Покажите. Где болела? В коммертик? Здесь? Сейчас боли нету, да? Сейчас, пока нету. Пока нету, значит, и не должно быть. Слава Богу! Боль ушла во время собрания, да? Да, да. Принесите ее, костыль сюда, пожалуйста, мы прославим Богу. Вы ходили с этим костылем от боли, да? Вы теперь ходили без костыля? Да, сейчас могу ходить так. Аллилуйя! Сейчас могу ходить так, вы сказали? Да. А ходить теперь без костыля, хорошо? Вы все видели, что она сказала, Господь Иисус по Тебе говорил. Слава Тебе! Слава Тебе, Господь! Мы Тебя благодарим. Аллилуй! Аллилуй! Скажите, а они отбрадуются и еще? Больше, да, не болят, не болят. Давайте Господа прославим. Ты здесь, человек, будешь силен, жень, любитель Христа. Слава Тебе, Господь!